Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос 2029, 8 том. Тема Святая Библия. «Есть мнение, что монахи очень хорошо знали Библию. Но разве никто из них не сравнивал свое действие с повелением от Господа, что молчание – это зарытый талант, а приветливость и научение несравнимо выше, так как приносят пользу не только себе, но и другим?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «То, что они знали Писание – это только звук, вводящий незнающих Писание в заблуждение. Знали они Библию крайне неоднобокой, даже это они сумели другим передать в неверной трактовке. Делают сравнение себя с пророком Ильей или Иоанном Крестителем, тогда как эти подвижники ходили по пустыне. «Сравнение надумано и притянуто, так как те бежали от гонителей или выполняли поручения от Бога, а эти по своим уставам и научению о человеках, не знающих Писание». Прочтите толкование Блаженного Фефилакта на 1 Коринфянам 14 главу, где он говорит о даре говорения языками, о пророчестве. «И все сравнивают по одному критерию – полезности для других» 1 Коринфянам 14 глава 19 стих. «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Монахи не просто плохо знали смысл миссии апостолов, но они его полностью затоптали и замуровали, и были самыми ярыми противниками благовестия в миру. В этом главная их вина – в гибели Египта и гибели всех тех монастырей и самого христианца в их цитадели монашества. «Они высосали соки веры из народа и сами ушли в песок, не дав потомства. И когда хотели что-то доказать, они никогда не могли прибегнуть к Слову Божию, а ссылались только на видения, сновидения, на откровения им якобы бывшие. Чего уж проще решить, что лучше – быть или в затворе, или принимать людей в помощь им в искорбях. Но и тут видение тянет не в сторону Евангелия, а в сторону великого молчанчества, который есть враг евангельской проповеди. В другой раз пришел еще один инок издалека в Скид, также хотевший видеть преподобного, и начал упрашивать братья, указать ему дорогу к келье и Арсения. При этом он сказал братье, я хочу побеседовать с отцом Арсением. Но братья отвечали ему, подожди, брат, до воскресенья ты увидишь его, когда он придет в церковь. Инок же тот сказал братье, не буду есть до тех пор, пока не увижу преподобного. Поэтому братья послали одного инока, снова пришедшим, и поручили ему указать дорогу к келье и старце Арсения. Следует заметить, что келья Арсения отстояла от скита на 30 стадий. Подойдя к келье, брат постучал в нее. Старец открыл дверь и впустил в келью пришельцев. Затем сел, опустив голову и молчал. Сидели молча и пришедшие. Все молчали довольно продолжительное время. Наконец инок с китской обители сказал, я пойду назад, потому что я должен исполнять свои обязанности при церкви. И поднявшись с места, собрались идти. Другой же брат, пришедший с ним, не имея дерзости остаться со старцем, сказал ему, и я пойду с тобою. Затем, встав, он поклонился старцу и вышел из кельи, не услыхав ни одного слова из уст преподобного. После того, странствующий инок начал упрашивать брата привезти его к Моисею, бывшему разбойникам, до пострижения выночества. Брат согласился исполнить его просьбы и повел его к преподобному Моисею. Когда они пришли к Моисею, то сей последний принял их с радостью, предложил им отдохнуть и подкрепиться пищей, и, оказав им большую любовь, отпустил их от себя. Дорогу и скидский брак сказал пришельцу, вот ты видал и отца Арсения, и отца Моисея, кто из них лучше, по твоему мнению? Брат отвечал на это, лучший из них тот, кто принял нас с любовью. Один инок, узнав об этом, стал молиться к Богу, говоря так, Господи, скажи мне, кто из них более совершен и заслуживает большей благодати Твоей, тот ли, кто скрывается от людей ради Тебя, или кто-то принимает всех также ради Тебя? Этот инок в ответ на молитву свою имел следующее видение. Ему представились два корабля, плывшие по какой-то очень большой реке. В одном корабле находился преподобный Арсений, и Дух Божий управлял кораблем его, соблюдая его в великой тишине. В другом был преподобный Моисей, кораблем же его управляли ангелы Божии, влагавшие мед в уста Моисея. Об этом видении инок тот рассказал другим, более опытным подвижникам. И все нашли, что более совершен Арсений, пребывающий в молчании, нежели Моисей, принимающий странников, потому что с Арсением пребывал сам Бог, а с Моисеем же были только святые ангелы. Субтитры подогнал «Симон»